Ну, потому что руководитель этих кадыровцев сам очень модный, он носит берцы от Прадор. Кстати, всегда интересно было, когда Эр Кадыров говорит на русском, это тяжело слушать психологически, а на чеченском он мысли выражает более слушабельно. Поверь мне, нет, если бы у тебя была возможность оценить его владение чеченским языком, ты бы просто ахнул. Томсо, скажите, у вас есть вообще жизнь, своя жизнь? Столько лет вы занимаетесь блогерством, столько лет вы снимаете видеообращения для нас. Я просто надеюсь, что вы чем-то еще живете, помимо этого. Да, у меня есть своя жизнь, но она как бы не отдельная, она все параллельно проходит. И деятельность, и личная жизнь, все идет как-то параллельно. Томсо, про своего брата и суд, будучи над киллером, скажи что-нибудь. Так, кстати говоря, он уже не будущее, он уже идет сегодня, вчера он начался, в среду, по-моему. Уже первое заседание провели. Вообще намечено, по-моему, 30 с лишним заседаний. Короче, это очень такой длительный процесс, они его планируют закончить к концу года, но что-то мне подсказывает, что не уложатся они в этот план. Скорее всего, наверное, на следующий год перейдет этот процесс. Перед судом предстал житель Чеченской республики, значит, уроженец села Ведино, валид Дадакаев, который на протяжении уже, по-моему, 17, если я не ошибаюсь, лет проживал в Германии в статусе беженца. Но при этом активно, значит, ну, после получения, видимо, документа, вида на жительство. Кстати, я не знаю, он имел статус беженца или гуманитарный, потому что в Германии есть два вот этих статуса. Скорее всего, он, наверное, имел гуманитарный, я так думаю, потому что он свободно ездил домой и в последнее время говорят, что он больше времени проводил в Чечне. Ну и оказался он таким, значит, двойным агентом. Он, кстати, работал на немецкие спецслужбы, как оказалось, и параллельно работал еще и на российский. Имел прямую связь с двоюродным братом Рамзана Кадырова, кто ему, собственно, и заказал убийство моего брата. И вот чем он хотел это все осуществить, нанял киллера. Я об этом отдельный ролик снимал на моем канале, вы можете посмотреть все подробности этой темы. В общем, сейчас он предстал перед судом и ему грозит, по-моему, от трех до пятнадцати лет по двум обвинениям. Это, значит, обвинение в подготовке тяжкого преступления и, значит, незаконное ворот оружия, так как у него был изъят пистолет с бушитьем. В общем, по этим двум статьям ему грозит вот это вот наказание. Ну и посмотрим, будем наблюдать за процессом, посмотрим, что с этого получится. Почему Кадыровцы экипированы модно? Ну потому что руководитель этих Кадыровцев сам очень модный, он носит берцы от Прадо, поэтому подчиненные тоже модные. Он не модник, но у него есть своя стиль. Бывший Гурон. Это Прадо как на корове седло, если честно смотрелись. Почему-то так, бывший Гурон. По-моему, очень даже. Ладно, не буду. Кстати, всегда интересно было, когда Эр Кадыров говорит на русском, это тяжело слушать психологически, а на чеченском он мысли выражает более слушабельно. Поверь мне, нет. Если бы у тебя была возможность оценить его владение чеченским языком, ты бы просто ахнул. Кадыров, конечно, он не говорит нормально, он постоянно что-то там блеет. И там ты пытаешься что-то уловить, что он там сказал. Вообще, вот все обращают внимание на то, что он говорит там, дом, дом, дом. Но на самом деле, вот это вот словосочетание, это два слова, да, дом. Это словосочетание является с такими словами-паразитами в чеченском языке, и мы используем эти слова, когда говорим на чеченском, в основном, для связки слов. Для чего это используется? Для чего нужна эта связка слов? Когда ты при формировании мыслей и при образовании этой мысли в слова, когда тебе нужна какая-то пауза, чтобы раз, что-то там, да, вот это мгновение тебе нужно, чтобы правильно построить эту свою речь, в этот момент ты используешь слово-паразит, которое тебе дает вот эту вот небольшую отсрочку, для того, чтобы раз-раз в голове там что-то у тебя сформировалось. И вот обычно люди используют это, не так часто, да, они говорят, говорят, но в какой-то момент они раз берут эту паузу, используют дом, и раз пошли дальше, у них речь пошла. А у Кадырова этот процесс, у него, в связи с его интеллектуальными способностями, очень сильно ограниченными, ему приходится более часто это использовать, потому что его мозгу нужно больше времени для формирования. И ему также это время нужно и когда он говорит на русском. Если бы он знал английский, то там тоже ему нужно было бы. Поэтому он везде засовывает эти слова-паразит, так как ему нужно побольше времени. Как слово «вот», да, как слово «вот», или там «есть же», «короче», бывают такие слова. Чем больше времени тебе нужно на формирование какой-то своей мысли, тем больше ты используешь эти слова-паразиты. Почему ты не воевал, когда к тебе домой пришли российские солдаты, а убежал? Возраст у меня был неподходящий для того, чтобы воевать. Я 85-го года рождения, ты путем легких арифметических вычислений поймешь, что я не мог воевать. Плюс есть еще особенности некоторые. Кто-то бывает в 14-15 лет такой скороспелый, бывают уже вполне такие, могут держать оружие в руках. А бывают люди, наоборот, которые позже созревают. Вот я был из такой категории. Ну что, брат, слышал новость. Историка Хаджимурата Донога уволили с должности заместителя музея Тахогоди по доносу Ставропольского клуба ветеранов спецслужб. Говорят, что Донога сепаратист. Я, да, видел, следил за этой темой. Ну да, я не знаю, что по этому было сказать. Ну, такая вот реальность не понравилась. Там каким-то ветеранам его деятельность, то, что он говорит. Хотя я не знаю, что именно там им могло не понравиться. Какие-то он там якобы посещал мероприятия, которые типа к сепаратизму там людей настраивают и так далее. Ну, к ним прислушались. Факт, что к ним прислушались. И это внезапно, так знаете, оказалось, что какая-то общественная организация каких-то там ветеранов в российской системе, тем более на Кавказе, имеет какое-то влияние, может написать письмо, и в результате этого могут каких-то людей, значит, уволить. Ну, понятно, что если бы это был угодный власти человек, то по записке каких-то ветеранов его бы, конечно, не уволили. Он изначально был человек, который не сильно, наверное, был интересен дагестанской власти, российской власти в Дагестане. Поэтому его, значит, уволили. Может ли чеченец жениться на Лизгинке? Он говорит, может. Конечно, может. Мусульманин может жениться на мусульманке. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...